Я квадрат заменю на треугольник. С точки зрения топологии, на самом деле, что квадрат, что треугольник, это одно из тушек. Сейчас объясню, почему. Вот представьте себе, у меня имеется квадрат, да? Я могу сделать очень простую штуку. Я могу взять вот эту вершину и из нее рассмотреть все такие отрезки. Хорошо? Ну, могу провести, всевозможные отрезки из этих вершин. А дальше сделаю так. Проведу вот эту диагональ. И на каждом из таких отрезков сделаю следующее. Эта точка остается на месте, а вот здесь делается гомотетия, которая эту точку переводит сюда. Жил-был квадрат на свете. Понимаете ли вы, что это вполне такая реальная конструкция? Берем, фиксируем вершину и проводим из нее всевозможные отрезки. Квадрат является объединением всех этих отрезков, так? Так, дальше я говорю, следующую штуку. Что на каждом таком отрезке можно взять и рассмотреть гомотетию, которая этот отрезок переводит вот в такой. Гомотетия – центр в этой вершине. То есть, заметьте, коэффициент гомотетии свой для каждого из отрезков. Коэффициент гомотетии – это есть отношение вот этой длины к этой. Что это будет за отображение? Это будет на самом деле взаимно однозначное непрерывное отображение. Заметьте, на каждом отрезке у нас объекция. Вот был такой отрезок, а получился такой. Значит, взаимно однозначное отображение. И во что превращается квадрат? Треугольник. Вот в такой треугольник, совершенно верно. Таким образом, я только что доказал, что квадрат – гомеоморфин треугольник. Но вы не доказали, что это изображение непрерывное? Доказало. Непрерывное? Почему? Ну, мне кажется, это более-менее очевидно. Дело в том, что если вы возьмете любую точку и посмотрите, куда она перешла при нашем отображении, возьмете здесь окрестность, то более-менее понятно, что правоположность этой окрестности содержит какую-то окрестность этой точке. Я бы сейчас не хотел тратить. Но, например, можно формулу написать, в конце концов. Знаете, там, расстояние выписать не проблема. Правда, по теории Пифагора? Нет, она непрерывная, разумеется. И обратная тоже непрерывная. Таким образом, вместо того, чтобы говорить о квадрате, я могу говорить о треугольнике. Для красоты треугольники я дальше буду рисовать равносторонним. Надеюсь, все понимают, что это тоже не... Да, потому что рецентрически... Да, там, вот, сдвинуть. Да, при треугольнике надо ввести, самое простое. Или просто параллельную проекцию. Можно любой треугольник параллельной проекции превратить в равносторонний. В общем, так, задача свелась к рассмотрению треугольника. А здесь мне поможет лемма, которая называется лемма-шпернира. Прежде чем рассматривать ее для треугольника, давайте я ее быстренько расскажу для случая отрезка. Потому что на отрезке она совсем очевидная, и, может быть, вам тогда будет как-то приятнее и проще рассуждать о треугольнике. Для отрезка лемма-шпернира звучит так. Если есть отрезок АБ, на котором в произвольном порядке стоят буквы А и Б, то количество отрезочков, где при движении слева направо происходит переход от А к Б, на единицу отличается от количества отрезочков, где происходит переход от Б к А. То есть, давайте сделаем так. Давайте сделаем так. На отрезке вида АА мы поставим нолик. На отрезке, у которого левый конец А, правый конец Б, поставим плюсик. И, наконец, на отрезке, где левый конец А, правый конец Б, а правый конец А, поставим минусик. Там, где ББ тоже поставим нолик, разумеется. Там, где ББ тоже, конечно, нолик. Так вот, оказывается, тогда будет такая ситуация. Плюс, минус, плюс, минус и плюс. Вот заметьте, у меня три плюса и два минуса. Поняли? Так, ну что, господа, докажем, что количество плюсиков на единицу больше, чем количество минусиков. Или это и так очевидно? Сейчас, а по краям стоят А и Б в любом случае? По краям стоят А и Б, А стоит для определенности левее, чем Б. Мы идем все время только по вот этим маленьким отрезкам. Мы идем, а так бы. Нет, ну по маленьким только идем отрезкам. Ну, конечно, да, мы рассматриваем только маленькие отрезки. Почему количество плюсиков на один больше, чем количество минусиков? Можно по индукции? Давайте. Не знаю, не знаю, не можете. Ну, а для какой-то системы верны, которая в архиве как-то не может, да? Ну, конечно. У нас здесь были какие-то группы, в которых тут все выполнялось. Ну, посмотрим, на что обращивалось. И добавим еще какую-то группу. Конечно. Ну, если тут было А, то здесь будет 0, а тут нет. Скажем, куда вы могли добавить? Вы могли добавить на любой из четырех отрезков. Что вы могли добавить? Любую из двух А и В. То есть, реально 8 случаев. Да? Хотя, случай вообще очевидный. Смотрите, Аня, у вас нарисовано уже все четыре отрезка. Да. Вот. Ну, и теперь просто смотрите, что происходит. При добавлении. Если мы сюда добавим А, то ничего не изменится. Если мы сюда добавим В, то тоже ничего не изменится. Более просто минус. Ну, конечно. Если мы сюда добавим... Ну, здесь было магично. Если мы сюда добавим А, то здесь будет 0. То есть, ничего не изменится. Ну, конечно. Если мы добавим сюда В, то тоже ничего не изменится. Конечно, конечно. И здесь также. Да, да. Все, индукции доказали. Так, а как можно еще по-другому это было сказать? Если мы встретили какую-то букву В, значит, у нас был переход от А к В. Где-то до этого. Молодец. Что надо сделать? Надо просто сказать, что А – это у нас, так сказать, левая сторона, да? А В – это у нас, так сказать, правая сторона. А после этого надо просто взять, поставить человека, который сначала находится слева, и когда он слышит букву, то он туда и идет. То есть, посмотрите, вот как там написано. Там написано А. Ну, хорошо. Стою А. Дальше опять А. Стою. А. Стою. Дальше слышал В. Побежал. Пробежал. Вижу А. Пробежал назад. Все понимаете? Вот. И в конце концов, где я должен оказаться? Я должен оказаться там. Ну, значит, понятно, что если я бегал между точками А и В, смотрите, значит, А – А – А, А – это вообще ни на что не влияет, да? Поэтому этот кусок можно… Когда вы стояли, это 0. Тогда вы бежали. Конечно. Когда я стояла, это 0, когда я бежала с одной стороны. Там бежала с одной стороны, а с другой стороны. И вот, если угодно, можно сказать так, что вот любой кусок букв А в квадратных ключах можно просто заменить на одну букву А. Тогда у нас вообще все будет понятно. А, В, А, В, А, В, да? И кончится на А, В. Вот. Отлично. Так вот, Лемо-Шпельния – это то же самое, только для треугольника. Представьте себе, что у нас есть треугольник А, В, С. И пусть он триангулирован, то есть, каким-то способом разбит на треугольники. При этом известно, что у любых двух из этих треугольников либо общая вершина, ну, либо вообще ничего общего, либо в точности общая сторона. То есть, ну, как вам сказать, вот такая штука запрещена. Известная вам с детства задача, что можно треугольник разрезать на треугольнике вот так, но, например, это запрещено. Или, скажем, вот так вот вы тоже не можете резать. Понятно, почему, да? Потому что вот у этого и у этого треугольника, у них отрезок, он является стороной одного, но у другого он стороной не является. Так вот, триангуляция – это очень простая штука. Когда любые два треугольника разбиения либо вообще не пересекаются, либо у них есть в точности общая вершина, либо у них есть в точности что? Общая сторона. Общая сторона. Отлично. Я думаю, что этого достаточно. Сейчас мы сделаем очень простую вещь. Требуется произвольный образ проставить буквы А, Б и С на этой картинке. Но все-таки не совсем произвольно. На отрезке А, С могут быть только буквы А и С. На отрезке В, С только буквы В и С. На отрезке А, Б только буквы А и В. А внутри абсолютно произвольная система. Около каждой вершины точке надо поставить А, Б и С. Отлично. А теперь смотрите, что от вас потребуется. Потребуется проставить опять плюсы, минусы и нолики. Правило такое. Если есть треугольник маленький, у которого ориентация такая же, как у исходного треугольника, а у исходного ориентация была против часовой стелки. То надо в таком случае, нет, не нолик, никакой, то надо в таком случае стоять плюсик. Давайте я нарисую. Значит, если у вас есть маленький треугольник, в котором при движении от А, Б и потом к С происходит вращение против часовой стрелки, так же, как у исходного, то мы туда пишем плюс. Понятно? Если наоборот, если ориентация вот такая, что движение происходит по часовой стрелке, то мы туда ставим что? Минус. А если треугольник типа А, А, Б или А, 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 то есть, если какие-то вершины помечены одной и той же буквой, то ставим у них. Прошу. Надо, ребята, огромный кольцо. Пожалуйста, потратите минуту, каждый в тетради нарисуйте свою версию картинки. Не обязательно такую большую, но обязательно свою. Потому что я хочу, чтобы вы действительно убедились, что у нас не было сбора, и что действительно так всегда. просто потратите, потратите, ну, буквально минуту, больше не даем, нарисовать, придумать свою реангуляцию, абсолютно любую. И сколько же у вас плюсиков? Четыре. Четыре плюсика, а сколько минусов? Три минуса. Три. То есть я ее закрепила? Спасибо. Ну вот, докажите, как доказать Лема Шпирня. Зачем она нам нужна, я потом объясню. А вот сейчас нужно просто доказать. А как звучит Лема Шпирня для треугольника еще раз? Если некоторый треугольник треугольник треугольнирован, и около вершин треугуляции проставлены буквы А, В, С, таким образом, что на отрезке А, С только буквы А и С, на отрезке А, В только А и В, а на отрезке В, С только В и С, то в таком случае количество правильно ориентированных маленьких треугольничков на единицу больше количества неправильно ориентированных. Ну а те треугольники, где у вас вершины неправильные, ну там, где и повторяют вершины, те вообще не считают. Может быть, если у нас на ребре как будто оба конца изнаковы, может, можно две вершины слить в одну? Да. Да. Это, как ни странно, это действительно одно из доказательств, но надо сказать, что оно превратится в доказательство, ну, в общем, где-то курсе на втором или на третьем, не раньше. Дело в том, что для того, чтобы сделать так, как вы, смотрите, что надо... Нет, я сейчас объясню, что на самом деле имел в виду Дэнни, потому что это идея хорошая. Нет, нет, идея хорошая. Смотрите, что он имел в виду. Он имел в виду следующее. Давайте отдельно от этого чертежа, нарисуем треугольник А, Б, С. И сделаем так. Вот на каждом из этих треугольничков определим следующую штуку, что точка А переходит сюда, точка Б переходит сюда, а точка С переходит сюда. А треугольник, ну, соответственно, понятно, да? То есть, когда у вас есть три вершины, то существует единственное афинное отображение, которое переводит их в другие три точки, правильно? Вот. Таким образом, на каждом из треугольников мы такое отображение задаем. При этом, действительно, если у нас в каком-то треугольнике есть вершины, помечены одной и той же, то тогда вот такой вот треугольник, он перейдет в отрезок А, вы понимаете, да? Если у него вот эта точка и эта, если пойдут в одну, то этот весь треугольник, он схлопнется в отрезок. Вот. И мы таким образом получим некоторое непрерывное отображение, которое определено на всем этом большом треугольнике. Причем забавно, что на каждом из вот этих вот треугольников это отображение является афином. Ну, то есть, это что-то типа параллельной проекции, да? Это замечательно. А дальше вопрос, что такое наши плюсы и минусы? А это так называемая степень отображения, ребята. То есть, вот давайте представим себе, что у нас этот треугольник, он сделан, ну, не знаю, шуба такая, да? То есть, там, мехом, не знаю, вверх, там, гладкой кожей вниз, да? Такая дубленка. Вот. И тогда нам важно, мех лег вверх или вниз. Так вот, на что сейчас намекнул нам Даня, это действительно теорема о степени отображения. Что, когда у нас есть отображение, ну, давайте я на примере отрезка это объясню, представьте себе, что у нас имеется отрезок и в несколько слоев у нас лежит вот такая штука, да? Тогда вы можете в каждой, ну, кроме вот этих вот ограниченных точек, а в каждой такой хорошей точке отображения, вы можете посмотреть, мы идем слева направо или справа налево. И забавным образом в любом месте вы, ну, вот здесь нельзя смотреть, можете чуть-чуть сдвинуть, и тогда здесь смотреть. Вот смотрите, здесь, здесь мы идем только направо, а здесь два раза направо и один раз налево. Вот, здесь вот смотрите, ну, в общем, в любой точке количество раз, сколько мы идем направо, на единицу больше количества раз, сколько мы идем налево. То есть, конечно, замечательно, но это не наш уровень сейчас. Во-первых, надо объяснить, ну, в общем, мы еще толком не понимаем, что такое там отображение гладкие, и так далее. В общем, ребята, давайте это замнем, ладно? У меня какая-либо делала, на принципе, другая. Вот как Аня, это гораздо лучше. Ну, вот я на странах гораздо лучше. Нет, я на странах добавляю, но это понятно. Что-что? На странах понятно, что там, но вот вообще непонятно. Аня, это имеется в виду по индукции. Добавлять нельзя, можно, на самом деле. Добавлять, конечно, нельзя, надо, конечно, убирать, это общий принцип индукции, потому что там неизвестно, как получится. Вот. Делось не в этом. по индукции можно, но здесь чуть-чуть сложнее. В принципе, я бы хотел, чтобы вы сейчас это по индукции доказали. Можете? Нет, есть еще одна идея. Да, пожалуйста. можно заметить, что если мы возьмем какой-нибудь четырехугольник и приставим в нем теагональ, то у нас это не изменится. Ммм, это еще тяжелее. Я думаю, сейчас будет пытаться заниматься перестроенной. Да. То есть взяли любую преоргуляцию и пошли ее эти самые, да? нет, это тоже дело действительно постепенно. В конце концов, свести в каком-нибудь простом случае. да, да. Нет, ребят, на самом деле, к счастью, и индукции даже здесь не обязательно. Здесь все совсем легко. Самое лучшее, что я не сказал, один из простых способов, это взять и подумать вот о чем. Помните, здесь у меня были четыре отрезка нарисованы? Я, ребят, я сейчас вот эту вот картинку объясню вам так, что все станет совсем-совсем-совсем просто понятно. Рисую этот отрезок длинным. Заново решу задачу про отрезок. Пожалуйста, внимательно меня слушайте. Есть отрезок. Жил был отрезок на свете. отрезок А, Б. Этот отрезок каким-то образом разбит на отрезочке. Так, ну давайте они все-таки производят А и Б в производном порядке. Спасибо. А теперь я сделаю следующее. Около каждой буквы А я слева и справа поставлю соответственно плюсик и минусик. То есть вот здесь я поставлю плюсик, а здесь минусик и плюсик. Здесь минусик и плюсик. Минусик и плюсик. Минусик и плюсик. А около точек ничего стоять не буду. Скажите мне, пожалуйста, насколько на этой картинке больше плюсов, чем минусов? На единицу. А почему? Потому что есть единственный первый плюсик. а все остальные что? Парами, да? А что можно теперь по-другому? Как можно по-другому посчитать то же самое? На каждом отрезке. От А до А плюс и минус. От А до А плюс и минус. От А до Б только один плюс. От Б до А только один минус. И от Б до Б вообще ничего. очевидно? Замечательно. Вот ровно так же можно сделать здесь. Только что я должен считать? Отрезки. Отрезки я должен считать. Совершенно верно. Если у нас есть отрезок А, Б, то молодец. Если у меня есть отрезок А, Б, то я смотрите что сделаю. Я только надо понять что такое сверху, снизу. Ответ очень простой. Вот этот отрезок у меня считается хорошим. Понятно? Так вот. Смотрите. Когда у меня имеется отрезок, то я при движении от А к Б вижу что называется вижу землю либо с одной стороны либо с другой. когда я иду от А к Б если у меня наш осматриваемый треугольник расположен слева, то давайте я поставлю туда плюсик. А сюда поставлю минусик. И так я сделаю вдоль каждого отрезка А, Б. Что тогда у меня будет? У меня здесь будет стоять плюсик, а здесь будет стоять что? Минусик. Здесь ничего не будет стоять, а здесь будет стоять плюсик. И для каждого внутреннего отрезка у меня опять что будет? С одной стороны плюс, с другой минус. Вот. И теперь вопрос. Для треугольника А, Б, С. Ну как? Если мы считаем внутри треугольника и ориентация вот такая, то здесь просто-напросто плюсик. Если ориентация обратная, то один минусик стоит. Значит, ситуация такая, согласны? Таким образом, одно из доказательств Лемба-Шпернера состоит просто-напросто в том, что проходим и около каждого отрезка А, Б, если может, ставим с двух сторон плюс и минус. И после этого, так же, как на этой картинке, подсчитываем количество отрезков А, Б. Можно проще, чем я, объяснить вот эту ситуацию. Таня сказал следующее. Давайте вместо плюсика и минусика сделаем следующее. Представим себе, что человек идет по отрезку А, Б, для определенности, дошел до середины, у человека есть левая рука и правая рука. Так вот, там, где у него левая рука, напишем плюс, а там, где правая рука, напишем минус, ну или наоборот. Главное, чтобы везде одинаково. И тогда смотрите, если рука торчит за пределы всего треугольника, то там ничего не будет писать. Вот, тогда у нас ровно получится эта система остановки знаков. Или то же самое с рекой, как правый или... Да, 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 или с рекой то же самое. Так, что вы хотели? Ну, если мы... Пожалуйста, пожалуйста, мы можем вести, например, и стереть в одну точку этот отрезок сенсии. Можем ничего не изменить. Вот. Ну, мы так можем сделать по очереди со всеми отрезками с одинаковыми. Это где на границе? А внутри можем? И внутри можем. Вот, если у нас есть ББ... В смысле, если у нас на границе едем внутри, да. Изнутри на границе так перемещаем. Ну, в принципе, да, можно дальше. Да, и что? У нас получится, что все должны быть так сказать разные. Да, все должны быть разные. То есть какая-то такая вот картинка. хуже. Треангуляция все-таки уже не взять на такая. Может быть этот случай это просто распадаетесь. Давайте говоримся так. Я умею доказывать эту задачу кондукции. Я уверен, что для всех, для вас это будет хорошее упражнение. Нет, ничего особенного уже называется. Просто олимпиадная задача. Вот. Сейчас мы не будем про это говорить, просто потому что я хочу, чтобы вы что-то сами порешали. Спасибо.